Девчоночки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам покупочки, я знаю, что вы это очень любите. Сегодня я в основном покажу российских дизайнеров, российские бренды, у которых можно приобрести очень классную, качественную одежду по цене примерно за ручки. Также не забывайте о том, что в конце этого видео обязательно будет конкурс по нашей с вами традиции, где я подарю вам что-нибудь классное. Итак, первый бренд, о котором я хотела бы рассказать, это будет Топ Топ. Вы уже знакомы с этим брендом, но я хотела бы рассказать вам про инновации в этом бренде. Возможно, вы уже о них слышали, возможно, нет. У Топ Топ появилась эко-коллекция, которая помогает заботиться о природе, и при этом данный бренд создает безумно стильные вещи. Я хотела бы пояснить, что значит эко-коллекция. Это вещи, которые создаются из переработанных материалов. Их отшивают в Португалии, несмотря на то, что бренд российский отшивается в Португалии. И мы с вами носим действительно экологичный продукт на себе, который не вызывает никакой аллергии, еще чего-то. В дальнейшем данная вещь разлагается, да, то есть она не остается жить на нашей планете вечно, а разлагается и тем самым помогает нашей планете сохранить свою красоту все дольше и дольше. Итак, я хотела бы показать вам свои личные покупки, да. Первое это вот такой вот потрясающий трикотажный костюм, который состоит из кардигана. Сейчас такие кардиганы очень и очень модные, вы знаете, что это один из главных трендов сезона. Такой бабушкин кардиган, но безумно удобный. Также к нему в наборе, да, идут вот такие вот брючки-джогеры такого же молочного цвета. И в дополнение идет вот такой вот кроп-топ. Где можно использовать кроп-топ? Я использую дома. Вообще этот костюм просто я облюбовала, так скажем, и буду носить его дома. Он просто потрясающий. Конечно же, его можно носить и в город, создавать с ним какие-нибудь уютные луки, да. Я бы добавила сюда какие-нибудь меховые тапочки, пуховик, одеяло, и это получился бы офигенный образ. Под низ можно добавить гольф, можно добавить, например, рубашку, если хочется сделать образ более таким сдержанным и собранным, да, рубашка всегда собирается. Этот образ просто невероятно комфортный, да, то есть что днем мы будем в нем ходить, что будем использовать дома. Следующая вещь это вот такое вот платье наших мам, бабушек с пуговками и прекрасным просто таким отложным воротничком, на котором есть кружево. Мне очень нравится контраст цветов, мне нравится, что здесь присутствует горох, мне нравится этот отложной воротник. И это, безусловно, стиль не для всех, и кто-то скажет, что за бабки на платье ты нам показываешь и так далее. Соглашусь, что стиль не для всех, и тем не менее, это выглядит безумно женственно. Можно использовать данное платье для каких-то тематических, возможно, вас пригласили на день рождения, возможно, вас пригласили на какую-то вечеринку тематическую, да, можно использовать для таких мероприятий. И честно, я хочу надеть это платье в театр. Не знаю, почему-то именно театр ассоциируется у меня вот с данным видом платьев, и хочется ходить именно туда. Я, кстати, очень скоро пойду на спектакль с Мироновым и Чулпан Хаматовой, и вот я думаю, что туда я надену это платье. И пусть все мной любуются. Следующий набор такой спортивный, он тоже из эко-коллекции. Мне безумно нравится этот костюм тем, что его можно использовать как для спорта, так и для обычной жизни. Ну, смотрите, вот этот кроп-топ можно классно интегрировать в какой-то образ с джинсами, с кардиганом или с жакетом сверху. Леггинсы также можно надеть, например, с трикотажной туникой платьем, да, будет очень круто. Добавить какие-то сапоги классные и так далее. Можно использовать, я, кстати, данные леггинсы очень часто использую в виде термобелья, да, то есть ты их надеваешь под низ, то есть как колготки, термобелье называйте, как хотите. И они играют такую обогревательную функцию, то есть на самом деле у данного костюма, несмотря на то, что он выглядит такой, как спортивно-летний, очень много функций во время зимнего сезона. Поэтому пользуйтесь лайфхаком, не благодарите. Кстати, на сайте ТопТоп ежедневные обновления, поэтому вы можете каждый день найти для себя что-то подходящее. Также там есть такой раздел, где уже стилисты собрали для вас интересные образы. Если вы не умеете делать это сами, то стилисты вам уже помогли. Какая у меня классная туника кофта, у которой один край короче, чем другой. Очень круто будет смотреться с моими белыми ботфортами. Те, кто смотрел мою распаковку в инстаграм, те, кто не смотрел, посмотрите, там увидите офигенные белые ботфорты. И сейчас я начинаю закупать одежду, которая сочетается с данными ботфортами. Мне настолько сильно хочется их носить, что сейчас я собираю все свои образы вокруг этих ботфорт. Такая вот туника-платье идеально подойдет под эти ботфорты, потому что под низ можно надеть какие-нибудь трикотажные шортики, да, для того, чтобы было тепло. Надеть ботфорты, которые очень хорошо согревают полностью ноги, потому что они примерно до середины бедра. И вот такая вот туничка согреет сверху. В тепле, но очень стильненько. Кстати, ребят, если вы переживаете по поводу возвратов или то, что вам что-то не подойдет, не понравится по качеству и не знаю, что-то еще, то ТопТоп возвращает вещи очень легко, они берут все задачи на себя. В течение 30 дней вы можете совершить возврат. Они присылают во все точки мира, так что обязательно пользуйтесь доставочкой. А я покажу вам вот такой вот крутой кардиган тоже, да, с замком. Вообще сейчас это очень актуальная тема, носить его нужно в чуть расстегнутом виде. Внизу может быть гольф или рубашка, да, опять же повторюсь. Эта тема пришла к нам из 90-х, продолжает быть актуальной. Мне она очень и очень нравится. Я вообще, честно, раньше, я помню еще свое детство, когда я видела такие кардиганы, я говорила фу-фу-фу, это вообще вот супер антитренд, не носите. А сейчас, наоборот, мне прям безумно нравятся вот эти вот вещи из моего детства, потому что, ну, наверное, моя мама такие вот носила примерно. Очень-очень крутые, и мне кажется, что сделают любой образ очень интересным, да, несмотря на то, что это бежевый цвет, самый обычный однотонный фасон, да, то есть, ну, как бы ничего в нем особенного нет, но именно вот за счет вот этого флера 90-х вещь заиграет по-новому. Девчонки, специально для вас есть промокод KN, который дает вам 15-процентную скидку. Вы можете воспользоваться этой скидкой также в разделе Sale, то есть она действует там, здесь, на новую коллекцию, везде. Для этого нужно просто ввести его в графе промокод, и вы получаете автоматически скидку. А мы приступим с вами к следующим покупочкам. Следующий бренд, про который я хотела бы рассказать, это будет бренд I'm Studio. Я закупилась с трикотажными костюмами, и я вообще их супер фанат зимой, я ношу только их. Вот такой вот бежевый трикотажный классный костюм с свитшотом и также такими джоггерами, но уже бежевого цвета. У меня будет белый, бежевый, скорее всего, я куплю себе еще черный и серый. Это обычный такой мой комплект, базовый на зиму. Я меняю примерно каждый год, потому что, ну, все равно они немножечко изнашиваются, из-за того, что я ношу их каждый день в I'm Studio, по-моему, уже второй год подряд покупаю, ну, плюс-минус похожие, они там чуть-чуть меняются по модели, но плюс-минус похожие, такие базовые костюмы. Безумно люблю, они не колятся, они супер мягкие, в них комфортно как в самолете, так и дома, где-нибудь просто ходить по улице. В общем, надеваю сверху шубу-чебурашку, надеваю этот костюм и иду. Следующее, это вот такая вот крутая, шоколадная, очень-очень объемная рубашка. На самом деле, я тут недавно анализировала свой гардероб и поняла, что в моем гардеробе не хватает рубашек разных цветов. Ну, то есть, у меня есть стандартно, конечно же, белая, у меня есть нежно-голубая, и на этом все. Либо у меня какие-то рубашки немножечко устарелого фасона, я их, кстати, все уже продала, либо рубашки какие-то с принтом, да, то есть на них там полоска, клетка, я не знаю, какой-то вот такой принт, как сегодня на мне, а вот однотонных нет. Я сейчас попыталась найти эти рубашки, и это вообще непросто. То есть, либо они, опять же, устарелых фасонов продаются, да, в Zara, там везде, либо у них какие-то цвета очень странные. Вот здесь прям очень благородный, очень крутой шоколадный цвет, я надеюсь, что камера вам передает. И мне нравится вот этот оверсайз фасон, мне нравится то, что тут спущенный рукав. Вообще, One Love, I'm Studio, вы молодцы. Далее, следующая рубашка. Здесь есть небольшие подплечники, прям совсем-совсем небольшие. Вообще, мне нравится, что хоть здесь и есть принт, да, полоска, но он супер-супер нейтральный и подойдет подо все. Можно надеть с джинсами, можно надеть с какими-то брюками и создать более такой классический строгий образ, да, можно даже, ну, я не знаю, с какими-нибудь джоггерами прикольными и на каблуке стилизовать, и это тоже будет круто. То есть, в целом, вещь интересная, но при этом очень-очень многофункциональная. Продолжаем с вами тему трикотажа. Мне очень понравился этот свитер тем, что здесь есть V-образный вырез, да, потому что все свитера, абсолютно все производители сейчас делают какой-то очень объемный воротник здесь. И это что укорачивает шею, у меня плечи садятся на уши, и это выглядит очень-очень плохо. Поэтому я люблю свитера с V-образным вырезом. Если мне прям жутко холодно, и я просто не хочу быть модной, я хочу спасаться от холода, я надеваю сюда гольф и прикрываю, да, зону шеи. Но при этом вторым слоем у меня есть V-образный вырез, который немножечко это все компенсирует. Немножечко. Мне понравился цвет, мне понравился фасон, такой, знаете, свитер в стиле прэк. Еще одна покупка из АМ Студио – это твидовый костюм. Я вообще не большой фанат твидовых костюмов, но конкретно этот мне безумно понравился. Во-первых, мне нравится цвет, такой темно-синий, очень-очень благородный. Я хочу носить эту юбку с тельняшкой, я не знаю почему, мне прям очень хочется надеть ботфорт и тельняшку эту юбку. Мне кажется, это будет просто потрясающий образ. К этой юбке идет вот такой вот жакет. Он с одним бортом, очень похожа модель на Шанель. Собственно, с одной стороны нравится, с другой стороны нет, но скорее нравится, потому что это классика. Если сюда не надевать там жемчужную нить и не создавать прям вот этот образ Шанель, то в целом данный костюм не будет смотреться как бабкин костюм, потому что твидовый костюм, у нас есть такая ассоциация, что они нас старят, ла-ла-ла. На самом деле нет, просто надевайте с кроссовочками, с футболкой под низ, то есть надевайте с какими-то абсолютно не сочетающимися в стереотипах наших где-то в голове вещами, и тогда получится намного моднее. Я бы надела сюда большую оверсайз-футболку, кеды белые и пошла бы вот так. Единственное, что сюда придется подбирать прям такие же темно-синие колготки, ну иначе будет холодно, потому что он теплый, сезон у нас холодный, нужно будет утепляться. Далее, следующая покупка это вот такая вот юбка миди длины из эко-кожи. На самом деле, я не знаю, как отдает вам камера, она черная, но иногда при каком-то блике мне она кажется темно-темно-коричневой. У меня нет такого рода юбки, хотя она сейчас очень актуальна. С чем носить? Как раз таки с трикотажем, да, трикотаж с кожей смотрится безумно красиво. То есть сочетайте это вместе. Здесь можно добавить кашемировые колготки, да, чтобы прикрыть щиколотку. Либо я бы советовала надевать высокие сапоги, да, ну не высокие, просто какие-то средние сапоги, которые уходили бы под юбку, да. В этом случае будет и тепло, и очень-очень стильно. И последняя покупка из MStudio это вот такой вот шоколадный свитер. Здесь круглый вырез, в целом такой спокойный, нейтральный. Мне безумно нравится цвет, мне нравится, что этот свитер можно классно сочетать с какими-то рубашками, да, то есть вытаскивать воротничок и создавать такой стиль прэпи. Мне нравится, что он жутко-жутко теплый, прям вот на самые морозы буду надевать. Мне нравится, что он не слишком длинный, да, то есть очень многие бренды, например, бренд Ушатава, там еще ряд российских дизайнеров шьют на рост метр семьдесят, метр семьдесят пять, да. И в этом случае все свитера, они автоматически становятся слишком длинными, да, то есть их нужно либо как-то заправлять, подправлять, ну либо что-то с ними делать. Вот у Айм Студио очень классная длина, да, то есть его, ну, можно чуть-чуть подзаправить, тем не менее это будет смотреться очень круто даже на выправку, да, то есть не будет портить пропорции. Следующий бренд открытие для меня, это тоже российский бренд, который называется Урбан Тайгер, я уже показывала его в сторис, здесь очень классный костюм с такими брюками палаццо, мне нравится безумный цвет, он и не синий, и не серый, это какое-то нечто, что-то нечто смешанное. И к нему идет вот такая вот классная оверсайз рубашка, это все сделано из шерсти, то есть это все еще безумно теплое, с небольшими такими фейк-накладными карманами, на пуговицах, которые скрыты, да, мне это тоже безумно нравится, потому что иногда нескрытые пуговицы очень сильно спорят с аксессуарами, с вторым слоем и так далее. Когда пуговицы скрыты, поверьте, это всегда работает намного-намного лучше. В общем, плюс еще одна рубашечка, вы, да, замечаете, что я их коллекционирую. И также у Urban Tiger очень крутые шубы, посмотрите, это шуба-чебурашка, эко-мех такой, да. Мне прям безумно нравится, что здесь два борта, здесь есть ремешок, да, можно подвязать, но мне, честно говоря, нравится без ремня, но так как я на машине, мне в целом ок, если очень холодно, можно закутаться. Мне нравится цвет, мне нравится, что это не стандартно бежевый или белый или черный, а вот какой-то такой очень классный цвет меланж, такой серый, светло-серый, прям очень красиво смотрится, особенно с костюмом, который они прислали, прям идеально. Это были все покупки у российских брендов. Напишите, какая покупка вам понравилась больше всего. Я напоминаю вам о том, что у нас с вами проходит конкурс, в котором вы можете выиграть классный бьюти-бокс с люксовыми продуктами. Что нужно для этого сделать? Нужно, конечно же, поставить лайк под этим видео, написать комментарий «участвуй» или написать, какая вещь вам понравилась. В общем, любой комментарий, и вы уже автоматически участвуете. Через три дня в комментарии мы обозначим победителя и пришлем ему бьюти-бокс в любую точку мира, неважно, где вы находитесь. Участвуют абсолютно все. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok